4 марта 1894 года в уголовном отделении Самарского окружного суда под председательством судьи Смирницкого с участием присяжных заседателей слушалось дело по обвинению крестьянина села Парфеновки Бузулукского уезда Ивана Павлова-Попова Гришина Тош, 27 лет, который обвинялся в убийстве. Защищал подсудимого присяжный поверенный Карл Карлович Пазерн. Стухнут звезды, стухнет месяц, стихнет песня Соловья. В Чернобылье перелесец с кистенем засяду я. Обстоятельства дела, как выяснилось из прочитанного на суде обвинительного акта, заключались в следующем. Весной 1890 года в Самару приехал крестьянин села Новая Яблонька Хвалынского уезда Михаил Кривов, который остановился у своего брата, служившего караульщиком на дачах. Кривов намеревался тоже купить небольшую дачу, для чего привез с собой небольшую сумму денег. Подходящей дачи, однако, так и не нашлось. И, прожив у брата до Пасхи, Кривов собрался домой. Путь до Самары был неблизким, но охота, как говорится, была пуще неволи. И 6 апреля Кривов вышел, чтобы дойти пешком до города, а там сесть на пароход. К тому же нашелся попутчик. За разговорами с которым думалось Кривову, он быстро дойдет до Самары. Провожать же его вызвался караульщик Иван Попов, который был прекрасно знаком с обоими братьями и не раз заходил к ним в гости. Попову же, по его словам, потребовалось сходить в город к хозяйке дачи Колесниковой. На следующий день Попов возвратился с нанятой им подводой на дачу и, неожиданно для всех, никого не предупредив, взял жену и пожитки и уехал в свою деревню. Проезжая же через Самару, купил себе и жене одежду, ситцу и четвертную бутыль водки. В это же время знакомые заметили у него довольно-таки крупные деньги и очень удивились, потому что Попов жил бедно, постоянно нуждался и брал в долг. На вопрос, откуда у него такие деньжищи, Попов только ухмыльнулся и сказал, мол, откуда у меня деньги, не скажу, а где взял, там больше нет. Между тем, как вскоре стало известно его брату, на родину он не вернулся и о его пропаже было заявлено полиции. А совсем скоро, 22 апреля, пастух Григорий Лисин, который пас коров в четырех верстах от дач, отобрал у собак отрубленную по шею и уже обглоданную человеческую голову со светло-русыми волосами на голове и на бороде. В ста сожжениях от головы была найдена зарытая в землю замаранная, запекшись кровью и грязью тряпка, оказавшаяся задней частью мужской кумачевой рубахи. По этим волосам и по рубахе жена и брат Михаила Кривого признали в предъявленной им обезображенной голове голову их мужа и брата. 25 апреля в переулках между дачами Новокрещеновой и Букино на расстоянии Версты от той дачи, где жил Кривов с братом, был найден труп мужчины без головы, одетый в кумачевую рубаху, задняя часть которой оказалась вырванной. Теперь отпали и последние сомнения. Убитым был крестьянин Михаил Кривов. Труп был засыпан сверху прутьями и дорном. Как установил судебный эксперт, смерть Кривого наступила вследствие отделения головы от туловища каким-то рубящим орудием вроде топора. Но перед этим убитый был оглушен тупым предметом в голову и опрокинут на землю. Уже после этого убийца нанес ему несколько ножевых ранений в живот и отрубил голову. Вот здесь-то хозяин дачи, которую караулил сосед Кривовых Иван Попов, и показал, что у него из дома пропали топор и складной нож. И сколько он их не искал, они так и не нашлись. Так что ему пришлось смириться с пропажей и купить новый топор. По всему поэтому подозрение в убийстве пола на Попова. Но вот найти его оказалось не так-то просто. Как удалось выяснить полиции, вернувшись в свою деревню, Попов оставил жену и скрылся в неизвестном направлении. На все вопросы, где ее муж, жена Попова, домна Лаврентьевна, только разводила руками, мол, мне мой муж не докладывал. Приехал, оставил меня и уехал не знаю куда. Не докладывал ей муж ничего и о том, откуда в их доме оказался топор, запачканный множеством пятен, которые оказались пятнами крови. И снова домна Лаврентьевна разводила руками, мол, не знаю и не знаю. Говорила что-то про то, что убоится жена мужа своего и настаивала на том, что даже если бы знала чего, то против супруга ничего не сказала бы. Между тем, по собранным материалам было выяснено следующее. 27 апреля 1890 года в селе Подъеме Николаевского уезда к фельдшеру Василию Швиталову зашел Иван Попов. И, предъявив старый паспорт Михаила Кривого, которого он называл своим товарищем, попросил написать от имени Кривого письмо к его жене о том, что он жив и здоров и высылает ей свой старый паспорт с двумя рублями денег на предмет выправки нового паспорта. Фельдшер написал это письмо, и человек, назвавшийся Поповым, заплатил ему 30 копеек и ушел. С тех пор все известия о Попове прекратились. И в течение трех с половиной лет в этом деле была полная тишина, которая прервалась лишь в октябре 1893 года, когда в Самару был доставлен задержанный на Урале бродяга, признанный за разыскиваемого убийцу крестьянина Михаила Кривого. Допрошенный следователем, Попов признался в убийстве и рассказал следующее. 6 апреля 1890 года он и Михаил Кривов шли с дач в Самару, но по дороге поссорились и начали драться. Вот тут-то он и ударил Кривого обухом топора вначале в грудь, потом по голове свалил его и тем же самым топором отрубил ему голову. Из-за собак все это случилось, вдруг заявил Попов. Не хотел я его убивать-то, но как вышли мы из сада, его и моя собака начали грызться, а он мою собаку палкой. Жалко мне стало псину. Вот я и ударил его обухом топора в грудь, он упал, ну а тут я ему голову-то и того. Не хотел я его убивать, и деньги его не нужны мне были. С деньгами-то я потом вернулся, через пару недель. Но, как выяснилось из дальнейшего, собаки были здесь совсем ни при чем. И в ночь убийства они были привязаны и даже не думали друг с другом грызться. Попов же, как заявил брат убитого, прекрасно знал о деньгах, с которыми приехал к нему брательник. Знал на них он и позарился. Были собаки или не были, казалось бы, какое теперь это имело значение. Кривов был мертв, и ничто не могло изменить его участь. Увы, это так. Но вот зато участь убийцы могла изменить любая деталь. И он хорошо знал это. А если даже и не знал, то догадывался. Поэтому Попов твердо стоял на своем. Все из-за собак произошло. А с деньгами я вернулся после. Если собаки были, на чем настаивал Попов, Стало быть, могла быть и драка, и убийство, совершенное во время этой драки. Если же собак не было, значит, Попов хладнокровно спланировал это злодеяние. И, спланировав его заранее, осуществил задуманное. На суде Попову указали на то, что по показаниям его жены, вернувшись уже на следующий день после убийства домой, он взял ее с собой в Самару, где сделал много покупок. На какие деньги они делались, жена не знала, сообщив, что накануне у мужа оставалось только три рубля. Откуда взялись деньги, муж ей не говорил. Как не сказал позже и того, что, уйдя на заработки, исчезнет на три с лишним года, в течение которых она не имела от него никаких известий. Как же вы говорите, что вернулись за деньгами через две недели, а жена ваша показывает, что вы делали покупки в городе уже на следующий день. После убийства обратился к подсудимому председатель. Да были у меня свои деньги, ответил Попов. Четыре рубля я взял у хозяйки дачи. Хорошо, расскажите, как вы вернулись за деньгами. Да как вернулся, так и вернулся. Возле Юдина сада он лежал. Я было голого-то взял его, понес в полицию, но не решился, а деньги себе забрал. Так выкручивался Попов, пытаясь убедить суд в том, что совсем не деньги стали причиной совершенного им злодеяния. Мол, деньги мне и не нужны были вовсе. Но свидетели показывали совершенно другое. Так жена убийцы рассказала о том, что, отправляясь в город, он зачем-то прихватил с собой топор и нож. Извозчик, который подвозил Поповых в Парфеновку, показал, что видел у Попова в тот день большие деньжищи, а хозяйка дачи, которую Попов караулил, показала, что никаких денег она ему в тот день не давала. Поэтому, как не хотелось Попову предстать в глазах присяжных эдаким незадачливым драчуном, ввести их тем самым в заблуждение, этого сделать ему так и не удалось. И те рассмотрели под личиной незадачливого драчуна, хладнокровного убийцу, который вначале все продумал, а потом привел свой замысел в исполнение. Не дознаться глупым людям, где копил, хранил, деньгу захотеть, так все добудем темной ночью на лугу. С вами был Михаил Перепелкин.